МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире «Факты» на девятом студии Юлиана Шнайдер. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях воскресенья. Несколько авиарейсов с Краснодара и Сочи сегодня вылетели в Москву с задержкой. Это произошло из-за ЧП в столичном аэропорту Внуково. Там были сложные метеоусловия, к тому же сломался курсовой маятник. После того, как погода в Москве улучшилась, лайнеры из Краснодарского края благополучно долетели до пункта назначения и произвели посадку без помощи маяка. Сейчас из Краснодара во Внуково летит один самолет. Решение, где же он приземлится во Внуково или будет направлен на запасной аэродром, будет принято при подлете лайнера к столице. И другим фактом. Первая ночь искусства на Кубани. Сегодня в эти минуты открыты все театры, библиотеки и музеи края. Где и что можно увидеть прямо сейчас в Краснодаре, в рамках этой всероссийской акции расскажет Александр Тюкаев. Краснодар захлестнула ночь искусств. Теперь вместо того, чтобы спокойно прогуливаться по улицам города, многие предпочитают передвигаться быстрым шагом. И это неудивительно, ведь есть всего лишь несколько часов, чтобы увидеть столько всего интересного. В музыкальном театре все началось со спектакля, причем спектакля необычного. По замыслу режиссера, зрители в этой постановке путешествуют из одного мюзикла в другой. После того, как спектакль закончится, все желающие смогут побывать на сцене театра и даже присоединиться к работам по демонтажу декораций. Вот так с помощью бесплатной рабочей силы сцену быстро подготовят к концерту международного фестиваля «Джи-Джи-Джаз». В выставочном зале гостей ждет сразу четыре экспозиции и встреча с художником Сергеем Гелецким, продолжателем традиции русской реалистической школы. Его работы объединяют в себе реализм, импрессионизм и академизм. А вот где точно не будет скучно или однообразно, так это в музее Фелицина. Мы очень рады, что сегодня в 6 часов вечера до 12 ночи все жители и гости города Краснодара придут к нам. Здесь посетители ждут театрализованные представления, концерты классической музыки и бардовской песни и даже презентации интерактивной карты Кубани. Мы с моим курсом, с моим театральным отделением будем познавать, узнавать что-то новое, окунемся в историю. Кстати, музыка сегодня звучит и в театре драмы. «Ночь искусства» началась здесь со спектакля «Покровские ворота», а сейчас там дискотека 50-х. Список участников «Ночи искусств» просто поражает. Пушкинская библиотека, Краснодарская филармония, художественный музей «Коваленко» и даже в детском театре «Кукол» сегодня не спят до полуночи. Если вы еще сидите дома, имейте в виду, чтобы увидеть все это, у вас осталось чуть больше 4 часов. Александр Тюкаев, Николай Сизоненко, 9 канал, Краснодар. А вот хору Краснодарского края нужны голоса, правда не вокальные, а зрительские. Сейчас в прямом эфире телеканала «Россия» идет битва хоров. Сегодня одна из команд покинет проект, чтобы хор нашего региона, которым руководит знаменитый певец Олег Газманов, продолжил выступление на проекте, ему нужна поддержка кубанцев. Проголосовать за наших вы можете прямо сейчас. Нужно отправить сообщение с текстом 03 на номер 4840, количество смс не ограничено. Также можно отдать свой голос по телефону, номер которого вы сейчас видите на экране. Торопитесь, голосование завершится в 19.50. Объединить спорт и историю решили в Кубанской столице, в Краснодаре. Сегодня прошел «Белоквест» – город 100 народов. В нем приняли участие больше сотни велосипедистов в возрасте от 5 до 50 лет. Их разделили на команды по 5 человек. Каждый предстояло на время проехать по 7 историческим местам краевого центра. Они были обозначены в путевых листах, на контрольных точках. Велосипедистов ждал мини-экзамен из 5 вопросов. Все вопросы связаны в основном с историей этих зданий. То есть когда они были построены, архитектор, что в свое время находилось в этом здании, было расположено. Побъители должны были не только быстро проехать весь маршрут, но и набрать максимальное количество баллов за правильные ответы. День народного единства отметит завтра Россия. Этот праздник посвящен событиям 1612 года. Тогда народное ополчение в главе с князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым освободили Москву от польских интервентов. После этого день народного единства в России праздновали больше 300 лет. Но с приходом власти большевиков дата забылась, но в 2005-м ее восстановили. Этот праздник, обращаясь к историческим истокам, призывает нас к единству, к национальному согласию, к совместительству, к дружбе и так далее. Что в интересах всех сословий. Как показало смутное время, что выиграли от этого все сословия и все так создать народы. На земле захватили русское государство. 4 ноября торжества пройдут во всех городах и станицах Кубани. В Белореченске, к примеру, день начнется с массовой зарядки и общегородского забега. Но все же главные торжества состоятся в Краснодаре. На Пушкинской площади ровно в 6 вечера начнется концерт. На сцене выступят творческие коллективы края. Также легендарная российская группа земляне и украинская команда «Ундервуд». Завершится праздник красочным фейерверком. Один из самых известных ученых и медиков края заслуженные деятели науки России Владимир Покровский сегодня отмечает 85-летие. В свои годы он не просто возглавляет кафедру Кубанского медицинского университета, но и по работе аспирантов. Александр Тюкаев посетил занятия профессора Покровского. Все медики России учат физиологию человека по одному учебнику. А вот и его автор. Нам можно? Да, конечно. В свои 85 Владимир Покровский без шутки в аудиторию не заходит. Он убежден, что улыбающийся студент лучше усваивает серьезный материал. Поэтому, когда будущие медики устают от лекции, профессор Покровский снова шутит. За 60 лет работы в Кубанском медуниверситете Покровский получил десятки патентов, стал автором нескольких научных работ, в том числе аритмогенези сердца. В 2000-х профессор написал знаменитый учебник «Физиология человека». Эту книгу можно найти в рюкзаках десятка тысяч студентов-медиков по всей России. Кубанского ученого хотели бы видеть своим сотрудником руководители многих вузов страны. Но Покровского не отпустило руководство. Его ценили, главным образом, за удивительную способность ладить со студентами. Когда я студентом сдавал ему экзамены, самое большое огорчение было – это огорчить экзаменатора. Мы боялись его подвести. То же самое сегодняшнее поколение студентов. Под руководством Покровского защитили диссертации больше ста докторов и кандидатов наук. А из-под его пера вышли около 400 научных работ. Все время двигаться вперед его заставляет жажда знаний и желание стать первооткрывателем. Человек, когда ему удается увидеть у жизни, у природы то, что никому не удавалось до тебя, получает истинное такое вдохновение, вдохновленный подъем. И это украшает жизнь. А вот на вопрос, как он сумел остаться в добром здравии, у Покровского нет однозначного ответа. Есть лишь жизненный опыт. Говорит, просто нужно много работать. Инна Волкова, Александр Тюкаев, Сергей Целиков, 9 канал, Краснодар. В Краснодаре закроют автобусный маршрут номер 16. Он соединяет центральный колхозный рынок с городской психиатрической больницей. Решение приняли в управлении транспорта краевой столицы. Оно связано с полным совпадением двух маршрутов – 36 и 16. Последнее будет ликвидировано уже 5 ноября. В этот же день на 36 маршруте, который ездит от колхозного рынка до улицы Комарова, увеличит количество автобусов – 17 до 23. Мировой джаз зазвучит в Краснодаре. Завтра в краевой столице откроется второй международный фестиваль «Джи-Джи-Джаз». Он посвящен памяти известного музыканта Георгия Гораняна и руководителю творческого объединения премьера Леонарду Гатову. В этом году фестиваль продлится 6 дней. Программу составили специально под хедлайнеры. Им станет известный бас-гитарист, дважды лариат премии Грэмми – Маркус Миллер. Звезда находится в мировом туре и в краевую столицу приедет всего на один день. Помимо этого, Кубань посетят такие музыканты, как Антонио Санчес Боб, Шапард, Дэн Браун. Джазовые музыканты, прежде всего, это люди, которым интересно общаться. И, понимая это, мы решили 5 и 6 числа в рамках ночной программы сделать беспрецедентный джем-сессион. Это потрясающая возможность пообщаться с музыкантами, которые работают в мире. Откроется фестиваль 4 ноября на сцене Краснодарского музыкального театра. Наслаждаться джазом можно будет до 9 ноября. И о спорте. Футбольная Кубань одержала победу в Краснодарском дерби. Желто-зеленые обыграли Краснодар. В первом тайме команды играли осторожно, не создали много моментов, ну а те, что были, не реализовали. В перерыве матча президент Кубани, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев дал интервью съемочной группе телеканала НТВ. Две команды премьер-лиги. И, конечно, меня это радует, потому что у нас очень много футбола. Жители города, края очень болеют, живут эти. Наш стадион самый посещаемый в стране. Мы играем в Еврокубках. Поэтому я с большой благодарностью отношусь к болельщикам Краснодара и, естественно, к руководству футбольного клуба Краснодара, которые, конечно, своим появлением придают, знаете, такого, и большего интереса, и появилась конкуренция. Мы два раза в году являемся соперниками, вот когда играем здесь, в Краснодаре. А все остальное время мы желаем другого удачи и побед. Во второй половине встречи пошел более открытый футбол. И на 64-й минуте Георгий Букур открыл счет и привел в восторг переполненной трибуны стадиона. Вместе с ними радовался и главный болельщик желто-зеленых Александр Ткачев. На 90-й минуте счет удвоил Велин Попов. Однако в следующей же атаке горожане отыграли один мяч, но большего добиться так и не смогли. Уровень мастерства у игроков Краснодара высокий, так что тут должна была сыграть командная игра. Старались, но, опять же, вероятно, не получилось ничего. В итоге 2-1 победа Кубани. Желто-зеленые сократили свое отставание в турнирной таблице от Краснодара до 4-х очков и поднялись на 8-е место. А хоккейная Кубани вышла на первое место в чемпионате ВХЛ. Грифоны дома переграли Талетянску Ладду со счетом 3-1. Шайбы и ворота гостей забросили Аслан Раисов, Максим Коробов и Сергей Пайор. Следующий матч краснодарцев проведут завтра на своем льду. Грифоны примут Альметьевский нефтянник. Трансляцию этого поединка покажут 9-й завтра в 11 вечера. О любителе профессионального бокса также завтра в Краснодаре смогут увидеть 8 боев. В главном поединке на ринге сойдут секс-чемпион мира Олег Маскаев и Дэнни Уильямс. Об этом сегодня рассказали его организаторы и участники на встрече с прессой и болельщиками. Изначально планировалось, что соперником россиянина будет другой американец Кори Сандерс. Но за две недели до боя стало известно, что он в Краснодар не приедет. Уильямс, которого зрители завтра увидят в баскет-холле, соперник не из легких. На его счету победа над Майком Тайсоном. Но Олег Маскаев в своих силах уверен. Каждый бой мой – это зрелищный бой. Потому что я люблю настоящий мужской целовой бокс. Поэтому пригодите, пожалуйста. Первый бой вечера профессионального бокса болельщик увидит в 17.45. Приятные билеты, по словам организаторов, в кассах все еще есть. Вот такими были воскресные факты. В любое время узнать наши новости можно на сайте канала и в соцсетях. Но какой будет погода в регионе на следующей неделе, расскажет Дмитрий Крамарь. Я же желаю приятного вечера и предстоящего праздника. До встречи на девятом. Добрый вечер всем. Генеральный партнер прогноз погоды – жилой комплекс «Империал». Квартиру бизнес-класса под сне застройщика. При покупке квартиры до нового года – остекление балкона в подарок. Погода имеет привычку удивлять. Я вам скажу, у нее это получается в совершенстве. Как показывает опыт, погодные удивления делятся на два вида. На приятный и неприятный. К нашей великой радости сейчас нам природа дарит период солнечного, так сказать, блаженства и теплое осеннее неги. Как долго это продлится? И какой ожидает следующая неделя? Сейчас вы узнаете. Смотрим на карту. Вот. Итак, все циклоны и облака у нас на севере. Почему это так радость? Потому что очень далеко от нас. Вот сами посмотрите, эти белые образования. Только вверху. Вниз не опускаются. Да и атмосферные фронты нас тоже не трогают. Почему? Да все потому, что вереницы. Один за другим. Появляются антициклоны здесь в южной половине в Европе. И проходят через нас, как бы защищают нас от непогоды. Такая ситуация продлится до 7 ноября, то есть до четверга, а потом подойдет такой атмосферный фронтик и начнутся перемены. Но, однако, неизвестно, будет этот фронт сильным или нет. Главное то, что до четверга ожидается солнце и очень высокие температуры, в среднем 17-22. Но не исключено, что будет и выше. Все будет зависеть, конечно, от тумана. Если туманы начнутся, то воздух не сможет быстро прогреться. А если не будет тумана, то ждите приятные тепловые сюрпризы. С четверга температуры начнут опускаться. Ноябрь как-никак на дворе. Но произойдет это плавненько, не переживайте. Итак, рейтинг. Смотрим. Самый холодный день пятница. Северокрая 10-13 всего лишь. Тоже пойдет. А самый теплый день по югу до 22, но может быть и выше. Теперь Краснодар. Вот он, бальзам на душу. Смотришь и глаза радуются, да? Меньше 15 не будет всю неделю. Хотя нет, вот 15 и 13 выбивается пятница. Но зато смотрите, понедельник, вторник, среда. 18, 19, 22, красота. Да и покапает только в четверг, может быть и в пятницу и все. И давление нормально, выше нормы чуть-чуть. Вот такая прекрасная ноябрьская неделя ждет Кубань. Пусть и ваша жизнь будет наполнена солнцем и теплом. Напоминаю, что партнер прогноза погоды – жилой район народный. Квартира, застройщика в Краснодаре. Улыбайтесь чаще. Пока.